Доктор технических наук Организация общественных, в том числе в сфере управления проектами. И сегодня мы поговорим про одну из проблем, которая касается вроде бы организаторов онлайн обучения. Вроде бы 10% населения страдает слухом. В том числе и я. Я вот сейчас говорил историю, что вчера был в театре, очень интересный состав актеров из Москвы выступал. Но я их слышал, но где-то процентов 70, я не разбирал слова. Возможно, это сказываются мои увлечения рок-н-роллом. Точнее, я был руководителем рок-группы в свое время. И вообще люблю громкую музыку в наушнике до сих пор слушать. Но вопросы диагностики для нас сегодня, возможно, будут не самые главные. А вопросы преодоления этих проблем представит сегодня Данил Юрьевич. Вам слово, уважаемый Данил Юрьевич. Юрий Николаевич, большое спасибо за такое яркое представление. Уважаемые коллеги, здравствуйте, спасибо большое всем, кто сегодня к нам подключился. У нас действительно сегодня тема немножко такая. И тем не менее, как я постараюсь рассказать и показать, она касается гораздо большего числа людей, чем, может быть, мы даже замечаем вокруг. Я надеюсь, вы как раз видите сейчас нашу тему. Вовлечение людей с ослабленным слухом в электронное обучение. Я назвал так тему, может быть, действительно немножко ее заузив. На самом деле, мы поговорим о вовлечении не только в электронное и дистанционное обучение, но и в обычное обучение в классе с использованием современных средств программных, которые сейчас, в принципе, всем доступны. Несколько слов о том, как я вышел на эту тематику. Ну, наверное, сказалось, то, что я занят в нескольких областях. Я являюсь и преподавателем-тренером в области проектного управления, организации электронного обучения. У меня достаточно большой опыт, в частности, в центре специалистов. Мы выстроили целую систему, портфель форматов различных обучения и онлайн, совмещенных с классом, и различных смешанных, то, что называется, а с другой стороны, я сотрудничаю, партнерствую в компании, которая занимается очень интересными инновационными разработками в области анализа звука. Я хочу подчеркнуть, речь именно о звуке, не о речи. Это все-таки разные вещи. Анализ слуха. И мы выпускаем целый ряд приложений, разработок, которые позволяют преобразовывать в реальном времени звук, как речь обычную, так и цифровой звук. И вот на стыке этих двух интересов как раз возникло такое решение, как применить одну из наших разработок для того, чтобы дать возможность людям, у которых слух ослаблен, развиваться профессионально, участвовать в обучении. Поскольку мое сообщение, моя сейчас презентация проходит в сообществе очень уважаемого профессионалов дистанционного обучения, я не буду долго говорить банальные для вас, для всех вещи о том, что обучение на протяжении всей жизни сейчас является чем-то абсолютно естественным. Может быть, даже можно сказать, что обязательным. Знания во многих областях устаревают в течение 3-5 лет, где-то, может быть, чуть больше, но все равно того, что люди получают в ВУЗе уже за счетую, вообще недостаточно в протяжении, сколько бы то ни было, длительного периода своей карьеры. И поэтому повышать квалификацию, знакомиться с чем-то новым нужно всю жизнь. Ну уж про ВУЗы я не говорю. Действительно, есть достаточно большая прослойка людей, которым это сделать затруднительно. Ну вот, в частности, я когда готовился к нашему мероприятию, я посмотрел, что по данным различных профессиональных организаций, более 33% гражданских инженеров, то есть понятно, что инженер-профессия такая очень размытая, инженеры есть самых разных специальностей, но вот так в целом, статистически, более 33% инженеров регулярно, регулярно это значит не реже, чем раз в 3 года, повышают свою квалификацию именно дистанционно на различных электронных курсах, вебинарах, с использованием систем дистанционного обучения и так далее. А, допустим, в IT-среде, где это естественно, таких уже более 90%. А с другой стороны, по данным Всемирной организации здравоохранения, более 10% всех людей на планете испытывают те или иные сложности со слухом. Речь в данном случае не идет о полностью глухих людях, к сожалению, то, чем мы занимаемся, мы не можем им помочь, хотя мы думаем в этом направлении определенным образом. Вот надеюсь, что через годик-другой тоже сможем что-то представить. Поэтому, кто наша аудитория в рамках того приложения, того подхода, который я представляю? Это люди с частичными нарушениями слуха, в силу самых разных причин. Это ослабление слуха, вот как Юрий Николаевич сказал вначале, да, кто, может быть, увлекается громкой музыкой. Но дело не только, ведь в увлечениях существует огромное количество профессий, в рамках которых люди работают в шумных условиях, или, как это называется формально, в агрессивной шумовой среде. Это и стройки, это и различное производство, и тем самым они постепенно теряют восприятие, или, как говорят, чувствительность слуха. Это нельзя назвать заболеванием, но действительно это доставляет определенные неудобства и в прослушивании музыки, и в каких-то публичных мероприятиях, и в обучении. Возможно, одно из последующих мероприятий мы как раз и посвятим более широкому действительно применению, потому что мы можем предлагать решения и для тех, для того, чтобы защитить слух. Но речь сейчас не об этом. Разумеется, очень большая аудитория, это люди пожилые, а пожилые люди тоже, я думаю, в нашей вот среде сейчас никого из вас не надо убеждать, что вовлечены в обучение достаточно активное, обучение электронное. Это иногда хобби зачастую, чтобы уже, будучи на пенсии, занять себя и развиваться, просто поддерживать себя в форме. Очень много людей пожилых, которые ведут вполне активный образ жизни, но тоже им надо помочь, в частности в рамках своей тренерской деятельности. Я не могу сказать, что это какой-то очень значительный процент, но я регулярно сталкиваюсь с людьми, которые, не то, что в 70+, а в 80-10 лет обучаются обучаются чему-то новому и в своей профессии, и в качестве какого-то хобби. Есть люди, которые слух временно нарушены, вот как раз я постараюсь такую историю рассказать тоже в рамках сегодняшнего мероприятия, в силу какой-то болезни, стресса и так далее. Как таким людям можно помочь вовлечь их и в целом нормальную жизнь в общении, в скайп, в такие мероприятия, как наши, в обучении. Вот один из наших продуктов он получил по имени автора алгоритма Александра Александровича Петровского название Petralex. Это совместная разработка и российская, и белорусская, и еще ряда стран. И, собственно говоря, что я всегда с гордостью подчеркиваю, этот продукт всегда, так сказать, это наше принципиальное решение, он абсолютно полностью бесплатный и предназначен для того, чтобы как раз люди могли нормально, без напряжения, участвовать в занятиях, участвовать в общении. Как этот продукт выглядит? Наверное, здесь я хотел бы показать, как он работает. Сначала даже не на примере презентации, а на примере самого продукта. Коллеги, надеюсь, что продукт виден. Может быть, кто-то из вас даже уже его загрузил. Я просил наших уважаемых организаторов предложить такую опцию, чтобы вы могли, может быть, даже сейчас попробовать, как он работает. работает он очень просто и в то же время эффективно. Полностью я показать не смогу, потому что иначе у меня прервется звук от трансляции. Работает он следующим образом. Сейчас, естественно, я показываю Windows версию, но сразу хочу сказать, что существуют и на самом деле наиболее популярные версии под мобильные приложения, под iPhone, под различные Android телефоны, которые как раз тогда можно использовать просто в режиме обычного слухового аппарата. То есть не нужен специальный какой-то слуховой аппарат. Достаточно пройти тест или несколько тестов в разных шумовых условиях. Например, вот вы видите, у меня сейчас уже существует профиль для дома. Может быть, профиль для улицы, может быть, профиль для учебного класса. Что нужно сделать? нужно в соответствующих условиях пройти простой тест. Я его сейчас проходить не буду. В чем его суть? Для каждого уха, вот как сейчас видно, генерируется сигнал на 8 реперных частотах. И человек отмечает, в какой момент он слышит вот этот тестовый звук на соответствующей частоте. Сначала для одного уха, вот как вы видите, затем для другого уха. Все, после этого профиль создан. И в случае, когда он активировал, происходит абсолютно автоматическая уже адаптация звука. Причем, хочу сразу подчеркнуть, как звука цифрового. То есть, например, вот сейчас, если у кого-то включен этот наш продукт, то, понятно, что вы воспринимаете мой звук от меня, это цифровой сигнал. Также и обычную речь, то есть микрофон мобильного телефона улавливает речь, производит преобразование в соответствии с личным, персональным профилем слуха, производит соответствующее усиление. Причем, здесь, что очень важно, и тоже защищает слух, и делает участие, например, в учебных мероприятиях очень комфортным, то, что это не просто лобовое усиление сигнала, как говорится, на этом могу ума не надо. Здесь идет именно двойная адаптация. С одной стороны, усиливаются те частоты, на которых человек хуже слышит, они усиливаются пропорционально, чтобы не искажался звук, но при этом общего повышения уровня сигнала не происходит. На самом деле, это почему важно? Потому что, ну как, человек плохо слышит, усиливает сигнал, чувствительность слуха еще больше падает, и, в общем, это такой получается дурной бесконечный цикл, в результате которого человек служит еще хуже. Но для такого усиления существует целый ряд алгоритмов. Один из них, это вот алгоритм, который разработан нашей исследовательской группой, либо могут использоваться даже для людей, у которых уже тугоухость как диагноз, то есть как заболевание, существующие профессиональные алгоритмы адаптации. Второе назначение, вторая обработка, это не просто подстройка под персональный слух, а вот почему можно создавать множество профилей, ну потому что разная шумовая среда, и скажем, где-то больше шумы, например, на концерте, высокие, а где-то, допустим, ну на той же стройке, там низкий уровень частот, то есть усиление происходит еще, как мы его называем, преодоление окружающего шума, чтобы усиливать сигнал только в той частотной полосе, чтобы преодолеть шум и уверенно разбирать полезный сигнал. Вот, собственно, вкратце так работает приложение, для того, чтобы понимать дальше, как его можно использовать. Ну а мы с вами давайте возвратимся к нашей презентации. И теперь, собственно, я как раз хотел бы рассказать о том, каким образом, каким образом мы применяем, причем не только мы, есть очень достаточно обширный опыт, совершенно без нашего участия по всему миру, применение этого приложения для обучения, как в вузах, так и вот в такой lifelong learning, то, что называется обучение на протяжении всей жизни. Я выделяю три основных варианта использования, они описаны в ряде статей, сейчас вот выходит книга в Европейской Академии Наук, где этот вопрос также рассматривается, если кому-то из академического сообщества будет интересно, я с удовольствием поделюсь. Начнем давайте с того формата обучения, который близок к формату нашего сегодняшнего мероприятия, это синхронное онлайн обучение, или можно уже, наверное, сказать, классический онлайн вебинар. Как проходит онлайн вебинар? Может быть, вы в таком формате, как сейчас у нас с вами, я вещаю, все меня слушают, но это, наверное, только формат коротких мероприятий. Все-таки, если мы говорим об обучении, здесь очень важен элемент взаимодействия, взаимодействие между аудиторией, причем мы, например, проводим обучение в совмещенной аудитории, когда люди присутствуют и на вебинаре, и в классе, когда можно создавать различные смешанные виртуально-очные команды, выполнять какие-то групповые задания, то есть, естественно, это не режим только лекции. И, конечно, для людей, у которых ослаблен слух, возможность такого активного участия в подобных мероприятиях, она очень важна. И более того, ведь важно, чтобы человек не просто прислушивался, чтобы услышать докладчика, переспрашивал, терял нить, а многие стесняются, а отвлекся от того, как он слышит, а просто, естественным образом, он слушал, участвовал в мероприятии, говорил, работал, взаимодействовал со своими коллегами, представлял свои задания, например, кейсы. Еще раз напомню, я работаю в области проектного управления, у нас это очень распространено, различные кейсы и так далее. Вот как выстраивается обучение в этом случае. Мы предлагаем загрузить либо вот драйвер для Windows, если обучение таким образом происходит, либо, как наш уважаемый организатор Юрий Николаевич сейчас работает с мобильного телефона, значит, он мог загрузить себе это приложение, соответственно, либо из App Store, либо из Google Play. Естественно, предварительно пройти вот такой тест, как я вкратце показал несколько минут назад. И дальше достаточно просто включить, нажимаем кнопочку, включаем. И сигнал адаптируется. Тем самым мы нормально участвуем в мероприятии, общаемся, активно коммуницируем. На самом деле, я вот могу привести такой пример, еще раз напомню, что работаю в области проектного управления. В IT мы, например, часто отрабатываем такие ситуации. Звонок в службу с поддержкой, службу сервис-деск. Да, вот часть наших участников, слушателей, студентов выступает в роли сотрудников службы поддержки, часть выступает в роли каких-то пользователей, внутренних или внешних пользователей компании. Вот им надо обратиться в службу поддержки. у нас сотрудник выступает, точнее говоря, наш участник, слушатель выступает в роли вот такого сотрудника поддержки, к которому поступают звонки. Ему действительно нужно быстро среагировать. Естественно, никому не понравится в реальной службе поддержки, уже если сотрудник будет переспрашивать, он плохо слышит. И вот люди таким образом учатся, имитируют ситуации, причем я сразу хочу сказать, что эта ситуация не учебная, на самом деле, как показывает практика по профессии, по специальности, люди с нарушениями слуха, как это не покажется, может быть странным, тем, кто с этим не сталкивался, на самом деле, очень активно, очень большая доля работают именно операторами колл-центров, контакт-центров, слух-поддержки. И вот как раз тогда они уже могут использовать другие специализированные наши приложения, как раз для того, чтобы защитить там слух, лучше слышать, а вот в режиме обучения мы такие ситуации очень активно обыгрываем. Я знаю, что мои коллеги, которые, например, преподают курсы кадрового дела, управления персоналом HR, они тоже вот рассказывают, делятся опытом, что также очень активно используют, потому что тоже доля людей, которые имеют какие-то нарушения слуха в этой области сравнительно высока, сравнительно высока, понятно, что издалека кажется, что это больше работа с бумагами, бюрократическая, на самом деле, сейчас это не совсем так, это во многом работа с людьми, и, соответственно, также сымитировать ситуации, например, которые сейчас очень часто бывают. Первое собеседование по скайпу. HR в качестве проводящего собеседования на занятиях как раз имитирует подобную ситуацию. Вот такие кейсы позволяют реализовать использование приложения и, соответственно, очень активно, я бы даже сказал, просто незаметно, на самом деле, никто из других участников мероприятия просто не замечает и, соответственно, не акцентируется на том, что кто-то из коллег слышит несколько хуже, и это тоже достаточно укрепляет работу в группе, потому что придаёт динамику, точнее говоря, не замедляет динамику. Коллеги, если вот по первой части может быть у вас какие-то вопросы, какие-то соображения, я бы был бы рад ответить на ваши вопросы, может быть, в чате, пожалуйста, задавайте, я пока тем временем перейду. Да-да, пожалуйста, вопрос? Да, Даниил Юрьевич, ну, я из тех, так сказать, тот Фома неверующий, который никогда ничему не верит на слово, а всегда проверяет своими ручками или просит показать. Вот я сам себе показал, установил сейчас приложение. Спасибо. Вот, установилось легко, оно бесплатно, есть две версии, я сейчас вопрос задам, не подумайте, что я что-то хочу вам рассказать. Я посмотрел на статистику, количество скачиваний 100 тысяч, не знаю, видно. Вот. у вас по количеству скачиваний я догадался, что iPhone. Нет, это, к сожалению, Android. В Android гораздо больше, это в Android уже под 500 тысяч по всему миру. Там есть еще другая версия называется Petrolex Pro, у нее не было рейтинга, а я всегда смотрю на рейтинг. Точнее, не рейтинг, ну да, рейтинг, оценку. Вот, у бета-версии Petrolex Pro, во-первых, бета-версия, но это новая, да, про нее мы пока не говорим, это более профессиональная. А еще есть, нет, больше нет, ничего, есть Petrolex Pro Free и Petrolex слуховой аппарат. Да, вот мы говорим про Free, про свободную. А, у Free статистики вообще нет? Нет, 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 по статистике у нас, по-моему, там порядка 4, с чем-то, 4,6-4,7 рейтинг. Ага, вот, вот это я не увидел. и появилось красное сообщение в Андроиде. Так. В программе уже участвует максимально допустимое количество человек. То есть, уже даже статистику скачивания они отказываются показывать, она превысила все какие-то нормативы у Google Play, видимо. Честно говоря, даже никогда не думал, что у них есть какие-то нормативы, все-таки есть огромное количество приложений игровых и прочих. норматив, но, видимо, какой-то у них, как на фондовом рынке, есть робот, который при определенных скачках, подозрительный, да, противоестественного, допустим, какого-то победителя. Возможно, 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 да, мы не знаем. Блокирует какой-то актив на час, чтобы люди пришли в себя. Это чисто фантазия. Статистики на Petrolex пока не видно. А, нет, вижу. Нет, 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 не вижу, не вижу. Никаких нет. Дальше я установил просто Petrolex слуховой аппарат. Мне понравилось, что все логично. Это не стиль а-ля Кашпировский там кто-то сидит и колдует. Он проверил мои характеристики слуха, он диагностировал меня, диагностировал через мои наушники, то, что я пользуюсь, именно я, а не кто-то. Разные частотные характеристики определил и спросил, это у вас где? Я сказал, это у меня дома. Вот я сейчас дома сижу, у меня такое ощущение. А, почему я так, а, вопрос, почему я не смог заработать, наверное, надо было, я не услышал эффекта. Видимо, не то установил. Не слуховой аппарат надо? Да, слуховой аппарат, конечно. Надо слуховой аппарат установить или Pro3? Да, да, слуховой аппарат. Устанавливает слуховой аппарат. Не работает. Он пишет, что профиль успешно сохранен, теперь вы можете использовать, а как использовать, я не вижу. больше ничего не нужно. А больше ничего не нужно. У меня в них встроенный микрофон, и я что-то пока ничего не слышу в них. Ничего не слышу. То есть, мне нужна техническая поддержка. Второй вопрос. Я установил тоже в ходе нашей встречи Petrolix на Windows. Да. он у меня начинает запускаться, предлагает создать новый профиль, и после чего мне пишет прекращена работа Petrolix. или у меня на компьютере какой-то вирус может быть. Какая-то программа. Не думаю. Думаю, что нужна, наверное, техническая поддержка. Потому что, как я показал, у меня достаточно все свободно работает. И с этим проблем быть не должно. Единственное, что могу предположить, да нет, это разве что какой-нибудь очень сильный антивирус у вас, любые блокируют установки, но в принципе такого быть не должно. Это приложение работает как аудио обычный. Вопрос в принципе, откуда обращаться с техподдержкой? А я как раз приостановил трансляцию смотрите сайт приложения. Сайт приложения. Ну, в App Store в Google Play естественно там есть своя поддержка. Мы получаем информацию как бы по своему каналу. Да, она туда падает. Либо вот в раздел вопросов и ответов основных, которые вот здесь тоже можно посмотреть. Да, я видел, я видел, мне понравились все ответы. Хорошо. Вот, пожалуйста. То есть здесь у нас ребята естественно отвечают. Как бы лучше, сразу могу сказать, что называется по секрету, лучше использовать канал связи мобильного приложения. Он как бы более мобильно работает, потому что коллеги, ребята, которые занимаются поддержкой и ответами на вопросы, они естественно тоже люди мобильные. И мобильное устройство у них всегда при себе они среагируют быстрее. Спасибо, Юрий Николаевич. Еще вопрос, пожалуйста. Спасибо, что так прям на ходу успели попробовать. Давайте тогда перейдем к второму кейсу. К второму кейсу это как раз асинхронное обучение с использованием записи систем дистанционного обучения. Принцип здесь точно такой же. Принцип здесь точно такой же. Собственно, я рассказал и Юрий Николаевич уже на своем опыте показал как быстро пройти тест, сохранить для определенных условий шумового окружения. И вот здесь особенность кейса как раз состоит в большей степени в том, что можно создавать очень большое, ну в реальности я бы сказал почти неограниченное 250 понятно, что 250 условий эксплуатации если даже представить не могу даже если очень сильно пофантазировать для этого приложения дом, работа, улица, пляж, дача, то, что еще предложит. А транспорт, кстати, транспорт, метро, электричка, шумный транспорт. Как в современном мире, когда все мы достаточно заняты, достаточно живем в таком быстром темпе, многие люди учатся. сейчас очень набирает популярность формат, который мы уже тоже дали название, придумали название микролернинг, микрообучение. Когда, скажем, я действительно сам еду на работу, вот у меня 50 минут в транспорте до работы, сажусь я, скажем, в электричку, ну как время заняться? То же самое, беру какие-нибудь короткие курсы на видеозаписи, аудиозаписи, подкасты. Прекрасно, создаем профиль для электрички, достаточно шумный вид транспорта. И вот этот шум, он, я уже даже знаю, он на частотах примерно где-то на второй-третий по порядку частоте, это где-то, если мне память не изменяет, 800 Гц и 1,2 кГц вот эти вот второй-третий второй-третий частотный угол. Вот эти вот у нас на них идет усиление сигнала, естественно, когда речь идет об учебной записи каких-то специальных требований к высокому качеству звука, не предъявляется небольшое частотное искажение на самом деле, никаких не создает неудобства, то человек может совершенно спокойно таким образом обучаться. это если в режиме микро-лево. Если взять еще один кейс, которого мы, кстати говоря, очень активно начинали, первое и, по-моему, официально, по крайней мере, пока единственное использование в России, это использование в центре специалистов, в центре компьютерного обучения специалистов, я надеюсь, вы сейчас видите, я открыл сайт специалиста, где как раз рассказывается о применении этого приложения, мы за первый год специалиста обучили порядка 400 человек, но это и в режиме онлайн-вебинаров, и в режиме оффлайн-обучения, в сумме я сейчас не готов сказать, сколько там синхронного, сколько асинхронного, это, наверное, не очень важно, а вот хочу рассказать довольно любопытно тоже больше из своей тренировочной, тренерской практики кейс, причем это кейс не единичный, но представьте, руководители проектов, руководители IT-служб, то есть люди, занимающие достаточно такие серьезные позиции, занятые, вот когда им учиться? На самом деле, как показывает практика, очень многие люди, занимающие такие серьезные позиции, обучаются либо в выходной день, либо во время отпуска, используют часть своего отпуска, у нас даже несколько раз были такие специальные акции, промо-акции обучения, скажем, в отпуске, учись на пляже, учись на даче, ведь действительно, представьте, я уже надеюсь, скоро лето, мы его уже все ждем, человек отдыхает с семьей, выехал куда-то, на море, например, вокруг действительно шумновато, другие люди отдыхают, веселятся, играют, шум прибоя, все прекрасно, замечательно, и человек хочет не просто лежать, загорать, а в это время послушать какой-то курс, немножечко посмотреть, он настраивает себе профиль, и все, больше ничего ему не нужно, он совмещает и приятное, и отдых, и немножко повышает свою квалификацию, остается в курсе текущих тенденций, количество таких слушателей, ну, точно превышает у нас сотню, кто таким воспользовался, очень интересный как раз кейс, мы его описывали, и, в общем-то, даже выделили своего рода отдельную категорию, это вот действительно тот самый случай, когда совмещаем приятное с полезным в буквальном смысле этого слова. Следующий кейс, он несколько отличен, и вот как раз к реплике Юрия Николаевича я бы хотел, может быть, рекомендовать попробовать использовать ваш Android смартфон подобным образом, именно в чистом виде, как слуховой аппарат, как слуховой аппарат. Кстати говоря, пока я рассказывал, мне пришла в голову мысль, может быть, даже после завершения мероприятия, я уже в режиме техподдержки ее расскажу. Возможно, у вас сейчас не сработало, именно потому, что вы установили в режиме слухового аппарата. Как работает режим слухового аппарата и почему его мы рекомендуем использовать для обычного очного обучения в классе. В этом режиме, в этом режиме наш смартфон или iPad, например, через встроенные микрофоны, как мы знаем, встроенных микрофонов смартфонов сейчас меньше двух не бывает, на хороших моделях их может быть и четыре, воспринимает и речь, и окружающий шум. Ну, там будет понятно, что для микрофона совершенно все равно, да, звуковые колебания и звуковые колебания. Так вот, во время пауз речи никто не говорит постоянно, замеряется уровень шума и так же, как и в другой шумовой среде, только тут уже настраивать не нужно, это уже автоматически делается, производится адаптация и к профилю слуха и, соответственно, к уровню шума в классе. Вот представьте, идет групповое обсуждение, как я вот здесь на картинке на слайде постарался показать. Достаточно высокий уровень шума. В групповых занятиях, естественно, люди с ослабленным слухом точно так же хотят и должны принимать участие. Смартфон работает просто в режиме обычного слухового аппарата. На самом деле, я надеюсь, что вам не удастся сертифицировать это медицинское устройство, покажу, чтобы быть абсолютно честным. Это не медицинское устройство, это просто программа, но она вот таким образом адаптирует и, как я вначале показывал, в том числе используя официальные сертифицированные медицинские алгоритмы к соответствующему уровню слуха. То есть, таким образом, в режиме, но здесь хочу подчеркнуть, только в режиме слухового аппарата на смартфонах iPhone и под операционной системой Android можно заниматься в классе. Windows драйвер такого не позволяет делать, то есть, если человек хочет участвовать в обычных занятиях, ставить, очень много людей, я не дали, как вчера, как раз такую дискуссию с коллегами имел, хотят заниматься просто в классе, не нужны никакие новинки, новшества, это действительно очень во многом зависит от личных характеристик человека, от его восприятия, от умения сконцентрироваться, кто-то любит обсуждать, вот такие люди, которым нужно личное, живое общение, обмен опытом, живая дискуссия, что называется, глаза в глаза в прямом смысле этого слова, да, не просто в онлайне, в живую, да, такие люди прекрасно также могут заниматься, более того, этот режим использования имеет как бы инверсное, если можно так сказать, применение для преподавателей, я так предполагаю, что по крайней мере некоторые наши участники также ведут преподавательскую работу, преподавательскую деятельность, а с возрастом с возрастом у всех слух падает, у преподавателей это еще отчасти и профессиональное заболевание, мы с вами в шумовой среде находимся, так вот, преподаватель может использовать это приложение не только в прямых целях, да, чтобы лучше слышать учеников, ну а что, ставим себе на уши глухо и слушаешь, не привлекаешь внимания, но и в целях как раз продления своей профессиональной молодости, то есть можно использовать, и на самом деле прямо рекомендую использовать приложение именно в режиме защиты, чтобы слух не перенапрягался, ведь тот факт, что идет адаптация именно к твоему личному персональному уровню слуха, это в свою очередь защищает слух, то есть не создает избыточную дополнительную нагрузку, а допустим, для молодых людей все эти дискуссии как поколение Y, поколение Z там и так далее, они же зачастую еще стесняются носить слуховые аппараты, ну понятно, что это может быть не очень правильно, стесняться здесь нечего, но просто как факт вот такое психологическое восприятие, а так, пожалуйста, я участвую в занятиях, я общаюсь, я социализирован с коллегами, что у меня модный телефон, у меня модный аппарат, да, я хожу с наушником, прекрасно, и вот это, кстати говоря, как раз Юрий Николаевич меня уже практически предупредил, да, если используют ребенок, да, хватит ли аккумулятора, ну вы знаете, я так заведомо, наверное, не рискую ответить на этот вопрос однозначно, честно говоря, мне и без всякого приложения в современных смартфонах зарядки на целый день не хватает, поэтому вообще приложение не очень энергоемкое, не очень энергоемкое, вот, но однозначно утверждать, что хватит на полный учебный день, наверное, я бы не взялся, каких-то специальных таких тестов мы пока не проводили, единственное, что могу сказать, ну как известно, самсунговские аппараты, они вообще довольно плохо держат зарядку, поэтому, естественно, любое использование дополнительного приложения ускоряет, разрядку аккумулятора, и, наверное, лучше все-таки иметь зарядное устройство с собой или аккумулятор, вот, специальных тестов нет, не было, кстати говоря, спасибо большое за идею, спасибо за идею, ну, собственно, что мы достаточно активно предлагаем нашим коллегам из учебных заведений, предлагайте своим студентам, предлагайте своим взрослым слушателям, как вы видите, совершенно бесплатно, это просто, другое дело, мы можем, конечно, предложить услуги, как это лучше выстроить, но на самом деле можно начинать с чего-то очень простого, если говорить об охвате применения, если говорить об охвате применения, ну, вот те, которые подтвержденные, причем, мы на самом деле участвовали только в двух из них, остальные, это различные учебные заведения, которые просто нашли в разных публикациях, может быть даже в том же магазине App Store приложений и сами его применили в учебной деятельности, ну, про центр специалист, с которым я работаю, сотрудничаю, я уже рассказывал, Белорусский Госуниверситет информатики и радиотехники, ну, как бы там тоже понятно, там работает значительная часть именно ученого персонала, которые разрабатывают алгоритмы, понятно, что они у себя применяют, ну, видимо, через сарафанное радио дошло до Академии Новок Беларуси и их институтов, вот, хотя специально мы там совершенно никак не участвовали, вот, есть очень интересные кейсы Университет Каталонии в Барселоне, мы совершенно случайно узнали, что он использует, мы были буквально там месяц небольшим назад на Mobile World Congress Всемирный конгресс мобильных решений, как раз он проходит в Барселоне, к нам подошли, вот так вот буквально выкатили глаза, а это вы делаете? А мы делали, а у нас вот уже год используется, у нас официально рекомендованное решение, в общем, нам так приятно, вот так вот узнают, нашли случайно совершенно в издательстве Шпрингеровском коллеги из Университета Мавритании и Марокко опубликовали статью исследования, тоже вот сейчас на нее сошлось, как их опыт использования этого приложения для своих студентов, в данном случае речь идет уже о студентах не взрослых, понятно, это обычные университеты, которые вот таким образом расширяют возможности для своих слушателей. Ну вот, да, всегда такие маленькие истории, какие-то частные, они всегда интересны. Вот один из отзывов, которые как раз пришли на службу поддержки в рамках отзывов на приложение, да, на самом деле очень много вот таких действительно отзывов не связанных с запросом поддержки, а просто либо какие-то пожелания, либо очень много вот таких своих каких-то коротких историй, скажем, вот человек пишет, что у меня была инфекция, именно в силу этой болезни, как вы видите, ухудшился слух, человек решил пройти обучение, пока антибиотики делали свое дело, он обучался. Все, есть разные варианты любопытного достаточно применения, я вот сейчас включу трансляцию, включу трансляцию экрана, сохранил специально к нашему мероприятию несколько таких тоже забавных отзывов, не все из них связаны с обучением, да, но вот такие вот забавные есть немножко, да, что не очень хорошо слышу, а могу посмотреть на телевизор, а жене при этом не мешаю, не включаю на полную, не включаю на полную громкость, да, вот, такого рода отзывы, например, или вот еще один отзыв, тоже, если вы сейчас его видите, ну вообще просто замечательно использовал для поиска сверчка в машине, усиливал сигнал сверчка, ну, вот, вот, такого рода вдохновляющие, вдохновляющие отзывы, поэтому, ну, надеюсь, может быть, кому-то и из наших участников, из тех, кто посмотрит наши записи, тоже окажется полезным, на самом деле, географический охват очень большой, вот, когда Юрий Николаевич открыл, посмотрел, я, почему подумал, на самом деле, там порядка 100 тысяч, под 100 тысяч скачиваний сейчас на айфоне, где-то около 300 тысяч в гугл плэе, и где-то порядка, ну, это правда, по нашим данным, 200 тысяч, потому что, ну, понятно, скачивание драйвера Windows ни в каким независимым измерением не подтвердишь, где-то около 200 тысяч Windows-драйвера. Вот, география, вот, очень обширная, географию, я могу сказать, взяли, как, ну, опять же, по географии скачиваний, плюс по географии отзывов, я совершенно уверен, что она полна, ну, вот, по крайней мере, то, что к нашему мероприятию удалось найти, я в связи с этим еще что хочу сказать, я не случайно в самом начале так немножко заострил внимание, что мы работаем с аудиосигналом, со звуком, а не с голосом, то есть, это решение, оно абсолютно никак не привязано к языку, язык может быть абсолютно любой, японский, китайский, русский, какой угодно, на самом деле, это может быть, в конце концов, просто музыка, вот, ну, и, в общем, конечно, очень приятно, что есть целый ряд наград, вот, то, что я пару слайдов назад говорил, университет марокканский делал исследование, они провели исследование, очень серьезное, публикация в Springer Science, так вот, по их оценке уровень удовлетворенности, то, что называется Net Present Score, один из самых сейчас популярных для приложения, индексов, составляет среди студентов 75%, вот, это очень высокий, это очень, на самом деле, высокий показатель, ну, плюс целый ряд профессиональных наград, решений, в частности, вот, с тем же центром специалист, полтора года назад получили награду ассоциации ЛЕРН, я думаю, что коллеги из образовательной среды эту ассоциацию должны хорошо знать, это всемирная ассоциация обучения для взрослых, вот, тоже показываю, ну, это вот как раз на моем сайте, все полные ссылки и на сайт специалиста, где происходит, и на сайт ЛЕРНа, то есть действительно можно с пользой применить, расширить тем самым и аудиторию охвата вашего учебного заведения и на самом деле помочь им. Еще раз говорю, что, в общем, никаких здесь с выпуском этого приложения специально коммерческих целей мы не преследовали, вот, коммерческий интерес сразу, честно скажу, у нас немножко в смежной области лежат, вот, а здесь это вот такое совмещение разных родов деятельности, вот, так, на наш взгляд, интересно, и, в общем, действительно, честно могу сказать, сам себя не похвалишь, но мы гордимся, действительно получилось достаточно неплохо, надеюсь, что в нашей среде также будет распространяться среди профессионалов дистанционного обучения, вот, и готов ответить на ваши вопросы, Кирилл Александрович, да, спасибо за ваш комментарий, я понял уже и по комментарию Юрия Николаевича и Кирилл Александрович вашему, что да, действительно стоит провести и такие тесты, насколько влияет на зарядку телефонов, потому что, ну, действительно, проблема может быть актуальнее, да, и спасибо, Кирилл Александрович, или как раз в детской среде, да, в какой-то момент может оказаться даже не на связи, я понимаю, я думаю, что мы с вами обязательно обсудим, коллеги, спасибо большое, еще, пожалуйста, какие-то вопросы, комментарии ваши, пожалуйста, вот, и большое спасибо за, за ваше участие, вот, все контакты есть, и решения, и мои, с удовольствием готов пообщаться лично, поделиться и опытом, презентация доступна, я ее выложу, вам, вы ее должны видеть в разделе ресурсов, можете ее прямо сейчас забрать, а наши уважаемые организаторы обещают, что в ближайшее время запись будет доступна, Юрий Николаевич, спасибо вам за организацию, вот, спасибо, спасибо, дорогие коллеги, что приняли участие в нашем мероприятии, я рекомендую всем взять, попробовать, послушать, я вот сравнивал то, что слышу, без этого, без этого приложения, через наушники и своими собственными ушами, без всяких дополнительных устройств из колонок, вы узнаете для себя немало интересного в этих различиях. Так, вопросов нет, но есть предложение все-таки нам продолжить экспериментальную часть, может быть, какую-то статистическую часть по удовлетворенности, или она уже получила свое воплощение, Данила Юрьевич, уже как бы статистику? по удовлетворенности, ну как бы это постоянная конечно работа, она уже и получила свое определенное воплощение, но естественно она постоянно продолжается, а вот по части влияния на емкость аккумулятора и на разрядку аккумулятора, да, это наверное очень ценная рекомендация, еще раз большое спасибо. Я не буду спрашивать откуда вы взяли источники финансирования для этого бесплатного решения, Данил Юрьевич, но я выражаю вам благодарность от нашей общественной организации, от компании Директ Медиа, что вы заботитесь о тех, кому хуже, чем остальным в части слуха и восприятия звуковой информации. У меня тоже больше нет вопросов. Я желаю всем доброго, приходите к нам еще и возможно Данил Юрьевич предложит нам новые интересные темы в онлайн обучении. Возможно к нам присоединятся еще другие. Спасибо Юрий Николаевич за приглашение. Мы предлагаем всем, кто знает что-то интересное становиться нашими авторами, в том числе и коммерческими авторами, продавать коммерческие курсы на нашей платформе Директ Академия или вот такие вот общеобразовательные программы тоже мы с удовольствием принимаем к рассмотрению. До свидания дорогие до свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...